Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео в преддверии лета я хочу посвятить средствам для защиты от солнца. Мы рассмотрим, как подобрать SPF без ущерба для кожи, при каком ультрафиолетовом индексе, какой уровень SPF выбрать, и расскажу, как применять солнцезащитное средство, чтобы предотвратить фотостарение, предотвратить пигментацию. Для людей с чувствительной кожей, например, пациентов с розацией, ультрафиолет тоже является одним из самых важных триггеров, поэтому, используя правильно солнцезащитное средство, мы предотвращаем и эту проблему. Начнем с того, как подобрать SPF. На самом деле это достаточно просто. Вы смотрите в прогноз погоды, ищите там ультрафиолетовый индекс, и по его уровню, по количеству баллов, определяется, какой уровень SPF вам выбрать. Допустим, ультрафиолетовый индекс между 0 и 2. Значит, вы можете обойтись совсем без SPF, если вы не используете какие-то агрессивные уходовые или лечебные препараты, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Тогда действительно нужно использовать даже при таком низком ультрафиолетовом индексе хотя бы минимальную солнцезащиту до 15, для того, чтобы избежать того момента, когда в течение дня индекс может скакнуть, например, выше 3, при этом, что утром он был 0. А если же все нормально, то от 0 до 2 вы можете не пользоваться солнцезащитными средствами совсем. Если ультрафиолетовый индекс выше 3, но ниже 5, тогда мы выбираем небольшую солнцезащиту, то есть уровень SPF может быть как в нашем увлажняющем креме или, например, креме с SPF 15 для комбинированной кожи, то есть от 8 до 15. Ну, условно, этого хватит для того, чтобы в городском режиме защищать кожу от повреждающего действия ультрафиолета при ультрафиолетовом индексе 3, 4, возможно, даже 5. Но если уже 5 и выше, то все-таки лучше выбирать более высокий уровень SPF. То есть если ультрафиолетовый индекс порядка 5 или 6, то достаточно ультрафиолетового защитного спектра 25, 30 до 50. Если вы в городском режиме, например, свой образ жизни проводите и ездите только на работу, в офис там куда-то, не проводите много времени под открытыми прямыми лучами солнца, то тогда вы, в принципе, можете использовать SPF 30 хоть все лето. Но если же вы подолгу гуляете с домашними животными, с детьми, находитесь на даче, то тогда уже при ультрафиолетовом индексе выше 5 или 6 лучше брать максимальную степень защиты. Это 50 и 50+. То есть в городском режиме нам достаточно того же CC-крема с солнцезащитным фактором 25 и тонирующим эффектом для полноценной защиты. А если все-таки вы больше времени проводите на улице, то тогда уже берите или антиоксидантный праймер SPF 30, либо мультипротектор SPF 50, 50+, тогда защита будет более эффективная. Если вы находитесь где-то в отпуске, загораете, проводите много времени на солнце, то надежнее будет использовать защиту от 30 и выше, но оптимально, конечно, 50 и 50+. У нас есть видео, где я показываю на канале, как правильно наносить, как комфортно наносить SPF, где-то вот здесь мы вставим ссылочку на него. Но если кратко, наносить нужно достаточное для защиты кожи количество. Это относится как раз к тем случаям, когда ультрафиолетовый индекс высок, а времени под солнцем вы проводите много. Тогда действительно нужно наносить порядка четверти чайной ложки на область, например, лица и шеи. Многие рекомендуют использовать две фаланги пальца для того, чтобы измерить количество, но я не очень люблю мерить фалангами, потому что выдавить полоску можно разной толщины. И фаланги у всех разные. Чайная ложка есть у всех, и четверть ложки или третьей ее вполне можно измерить, чтобы ориентироваться визуально, какая порция крема вашего достаточно для нанесения, для защиты области лица, шеи и декольте. Естественно, на тело мы наносим больше. Обновлять SPF нужно раз в 2-3 часа. Есть ультрафиолетовые фильтры, конечно, которые защищают по заявлениям производителей их больше и до 4-6 часов, но, к сожалению, наша кожа потеет, может контактировать с водой, и 4-6 часов, если вы много находитесь подряд на солнце, это уже достаточно большой срок. Даже такие фильтры, которые обещают нам 6-часовую защиту, лучше обновлять все-таки раз в 3 часа для надежности. Мы химические фильтры, если в составе есть, обновляем со смыванием, желательно, то есть умыться, либо протереться мицеллярной водой, затем обязательно снять мицеллярную воду с кожи тоником, например. Тогда можно нанести следующую порцию крема, потому что химические фильтры имеют свой ресурс, они за те самые 2-3 или чуть больше часов окисляются, потому что они переводят световую энергию солнца в тепловую, и таким образом защищают нашу кожу. И их желательно, конечно, с кожи снять и потом нанести уже следующий слой. Минеральные фильтры, диоксид титан, оксид цинк, не так критичны к этому моменту, поэтому, если у вас минеральный кран, без химических фильтров, в принципе, вы можете просто послойно наносить один на другой эти слои, но в целом, конечно, предыдущий слой комбинированного солнцезащитного средства лучше с кожи удалить, если есть такая возможность. Важно понимать, что эти 2-3 часа или чуть более, они могут быть либо совокупно, либо подряд, то есть, либо вы набираете эти 2-3 часа в течение дня, то есть, вы вышли на полчаса утром, потом днем и так далее, и вот до окончания светового дня вы набрали вот эти 2-3 часа. Тогда мы обновляем СПФ. Если не набрали, можно не обновлять до вечера его, особенно, когда вы в городском режиме находитесь. Но если же вы эти 2-3 часа подряд находились под прямыми лучами солнца, значит, пора обновить СПФ. Естественно, обращаем внимание на текстуру. Если кожа жирная или комбинированная, выбираем легкие текстуры, например, мультипротектор oil-free. Если кожа, например, у вас сухая, можно какие-то более питательные средства использовать, а можно под oil-free защитное средство нанести, например, питательный крем. Только защитное средство мы не смешиваем с питательным кремом, а дожидаемся полного его впитывания. Также солнцезащитное средство отлично наносится на сыворотки. В общем, наверное, это все, что я хотела такое базовое сказать. Если у вас будут какие-то вопросы по применению средств СПФ, задавайте их под видео, комментируйте. Помимо всего прочего, ваши комментарии будут продвигать наш канал и мотивировать нас на запись новых видео. Ставьте лайки, если вам видео было полезно, или дизлайки, если бесполезно. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok